Всем привет, ребят, с вами Маха, и сегодня у нас с вами будет обзор на фигурки. Не на те фигурки, а на другие. Этот обзор я обещала вам уже давным-давно, когда мне исполнилось 18 лет, а 18 лет мне исполнилось не вчера, и сейчас надо исполнить, когда мне исполнилось 17 лет. Где-то месяца 4 назад, да? Ну да. Я тянула до последнего. Сегодня решила, что надо всё-таки сделать обзор, и уже наконец-таки выбросить нафиг все эти коробки, и жить в чистоте порядке. Да, люблю выбрасывать коробки. Фигурки заказывала на Whiteberries, это, к слову, о том, что по поводу Японии грустить нельзя, потому что всё ещё Япония не открыла свои границы, и мы не можем оттуда брать любимые наши фигурки. Когда мне было 3 года, я говорила, что хочу быть принцессой в пышном платье, в замке и с белым конём. Почему-то принц в мои планы не входил. Так вот, я вспомнила эти сова, когда мне исполнилось 18, я поняла то, что принц в мои планы всё ещё не входит. Его же можно заставлять убираться и готовить, хотя с ним придётся делиться едой. Приближаемся для того, чтобы сделать обзоры на первый наборчик. Да, сегодня нестандартные 2 набора фигурок Фанку, мы такие не привыкли видеть, вот, но они есть. Такая вот коробочка, я всё ещё не люблю пихать в блистер фигурки, я люблю их оттуда вставать. Таким образом коробочка выглядит сзади. Кстати, такой набор стоит, в принципе, недорого, 700 рублей, всего вы получаете 2 фигурки. Элвин, большое тебе спасибо за вот это чудо. Диснеевские принцессы, романтическая серия, жрать их нельзя. Диснеевские принцессы, романтическая серия, всё ещё жрать их нельзя. Коробочка действительно классная, потому что можно выбросить блистер и сюда складывать всякий разный хлам, который никому никогда не нужен, его надо выбросить. Но, а вдруг пригодится, там, не знаю, Йо-Йо, которому уже 10 лет с ним не играешь, а вдруг оно пригодится, я захочу с ним поиграть. В общем, удобная вещь, эту коробку выбрасывать не буду, выброшу только блистер, всем советую. Оформление красивенькое. А теперь давайте покажу вам сами эти фигурки. Это у нас, значит, красавица и чудовище. Чудовище, кстати, немножечко под градусом, оно падает. Вот уже 4 месяца, как отгремела моя днюха, а он всё ещё, ну, понимаете, да? Вот сама, собственно говоря, Бель, которая не даёт ему падать иногда, иногда всё-таки он падает. Как бы женщина не всегда может преподержать себя, вот. И не надо от неё всё время опираться, ей тоже нужна любовь. Это философия, ребята. Вот он, ты нафиг лежи, если хочешь. Фигурки, несмотря на то, что они только 7 сантиметров, они всё равно достаточно крупные. Родители сказали, что они стрёмные. Я не считаю, что они стрёмные, как по мне, они вполне себе красивенькие, миленькие. Но только не падай. Вот так вот, мило, эта пара держится за ручки. Люблю мужиков с длинными волосами, поэтому у чудовища есть хвостик, поэтому у меня есть этот набор. Лежи. На быль посмотрим. Лицо у них это наклейка, они нарисованы. Мне это не нравится. Мне никогда не нравилось, когда лицо приклеивали. Вот эти вот глаза там, губы. Губы. Не знаю, это не так красиво выглядит, как если бы нарисовали. Ну ладно, фигурки две штуки стоили 700 рублей, им простительно. Хорошо, наклейте им глаза. Несмотря на то, что фигурки маленькие, относительно дешёвые, на детализации не скупились. Можно палец почесать. Конечно, хотелось бы, чтобы на волосах, например, был какой-нибудь небольшой градиент. Это выглядит намного эффектнее. Чудовище, которого вроде бы как зовут Адам. Мне он, кстати, больше нравится, чем Бель, тем, что у него больше мелких деталей, и он выглядит интереснее. Это не заслуга фигурки, это заслуга самого персонажа. Он ходил в вот таком вот интересном костюме, а Бель, ну как бы у меня это платье солнышко, всё. Но и с покраской у него хуже, так как, ну, ну что это вот. Но почему чудовище всё время падает? Почему нельзя было как-то, ну, предусмотреть этот момент? Исправить? Он устал уже биться мордой об пол. Переходим ко второй фигурке, или же к третьей. Считайте сами. Как хотите, так и считайте. Эта фигурка была уже от Ани. Русалочка. Русалочка Фанку, Дисней. Можно открыть, посмотрите, что там есть. Сейчас откроем. Пять звёзд, не жри фигурку. Ну, всё как обычно, фигурка к 30-летию мультика. Так что же будет, если мы последуем этой стрелочке? А будет вот такая вот фигня. Можно разглядеть фигурку, её уже тут, правда, нету. Всё это на липучке. Русалочка. Русалочка и Урсула. Хочу Урсула. Красиво выглядит. Кстати, как по мне, русалочка в платье более удачная, чем русалочка, когда она русалочка. Её же зовут Ариэль. Сама коробочка открывается вот таким вот образом. Пожалуйста, доставайте фигурку. Я её уже достала. Я не люблю фигурки возвращать в коробки, вы это уже поняли. Вообще коробки не особо люблю. Здорово. Такой вот пустой безумный взгляд в никуда зарежет вилкой, кого захочет. Начнём с самого главного в этом наборе. Это Себастьян. У него тоже безумный взгляд. Просит вас закурить. Все же видели видео, как крабы курят. Очень милая спинка. Люблю вот так пальцем по ней водить. Но почему здесь главный Себастьян, я думаю, вам объяснять не надо. Себастьян всегда главный. Он всегда лучше, чем Ариэль. Это всем известно. Все любят Себастьяна. Если бы каждый краб имел имя Себастьян, всех бы крабов любили. Всё ещё безумный взгляд. Блин, фигурка относительно большая. Относительно вот Бель и Чудовище. Так почему здесь шов? Почему вот нельзя было это как-то, ну, предусмотреть? Фигурка, кстати, вот эта вот одна стоит около 1000 рублей. В то время, когда те две фигурки стоят 700 рублей за две штуки. Сзади скучноватый такой шматок волос. Опять же, хотелось бы какого-нибудь градиента. Больше детализации. Этого нет. Ну, как бы вообще, эта серия фигурок, она такое подразумевает. Но так как я люблю докопаться, я буду докапываться. А что вы мне сделаете? Розовое платьишко. Спасибо за то, что у нас всё хорошо с покраской. Ну, тут, в принципе, и нечего косячить. Поставь лайк, пожалуйста, иначе она придёт за тобой. Все прекрасно знают то, что у Ариэль есть самая лучшая расческа в мире под названием вилка. Вот она вилка. Её надо вставить в руку Ариэль. Самое главное, чтобы рука была более-менее опущена. Чтобы вилка на что-нибудь подбиралась. Иначе она падает в мои плёночные фотики. Я начинаю её искать. В общем, чтобы вставить эту вилку в руку, надо постараться. Надо найти нужный угол, нужный момент, подходящий. Не знаю, чтобы все звёзды сошлись. Боже, зачем я вообще эту вилку достала у неё из руки? Я мучаюсь с этой вилкой точно так же, как мучаюсь с чудовищем. Потому что если чудовище падает, то падает и вилка. Вау, спасибо большое, брат. Спустя три часа мучений она всё-таки решила держать эту вилку. И пусть держит, мне пофиг то, что это левая рука, а не правая. Все, блин, у нас правши в мире. Она у меня левша будет, и что вы тут мне сделаете? Самое интересное в этой фигуре... Искренне интересно узнать, что же у неё там внутри головы. Потому что мне кажется, что в лучших традициях современного тиктока там лежит какая-нибудь старая флешка, карта памяти. И там в карте памяти, не знаю, приглашение на работу в завод Фанку. Потому что ты такой талантливый разобрал фигурку, значит, сможешь её и собрать. Так что приходи к нам на работу, будешь их красть. Кстати, да. Образование мне это может даже и позволить. Взять и расписать фигурку. Почему бы и... Возвращаем наших инвалидов и будем с вами прощаться. Я вилку потеряла. Ну ладно, обзор главное сделала, можно её терять. Если вам этот обзор не понравился, честно, мне как-то пофиг. Это ваши проблемы. Мне всё нравится. У меня новый фон. Вот, скоро приедет ещё одна лампа. У нас будет качество лучше. Потом мы всё вместе скинемся мне на микрофон. Неужели же я начну набирать свои 5К подписоты к концу года? Лайки, подписки, быстро, срочно. Иначе, говорю, придёт к вам инвалид-чудовище и безумная Ариэль вместе с крабом, который попросит вас покурить. А если вы его не дадите покурить, то поздравляю, он выкурит вас. Всем пока.